Всем добрый день! Вы на канале Бажанита, это Омская область, и с вами его ведущий, я Влад. Сегодня 26 июня, ездили мы в райцентр по своим делам. Зашли на рынок утром, в 9, начало 10, и там, в одном месте на рынке, значит, находится офис от газовой службы. То есть, значит, газовая сбытовая организация, сидит там один человек, контролер от этой организации, и ведет прием граждан. И там граждан было, ну, человек 30, подойти даже невозможно было, пройти не мог. Я думал, сначала за колбасой народ стоит, а кажется, нет. Стоят все контролеры. Ну, там я пока с утра вообще не мог даже подойти. К обеду приехал, значит, поговорил с людьми, посмотрел, мне позвонили. И, в общем, народ попросил осветить публично эту проблему. А в чем заключается эта проблема? Ежемесячно, значит, жители поселка пользуются природным газом. Платят за газ, за потребленный газ. У всех стоят счетчики. А тот раз пришли квитанции об оплате. И получилось очень много должников. Контролер работает только один раз в неделю. А квитанции, если не оплатить газ, они же могут просто приехать перекрыть газовую колонку. А что такое в саргатке остаться без газа? Это значит, невозможно приготовить. Невозможно будет в бане помыться. А у многих стоят газовые нагреватели, не будет горячей воды. То есть могут пользоваться только холодной. Это очень плохо и неудобно. Короче, подошел контролер. Он весь потой в мыле. Народу полно. Разговаривает, значит, ну, он и хочет поговорить, но не может. Народ в очереди возмущается, что ты лезешь вперед. Я говорю, так мне не нужно. Мне нужно просто спросить, что такое, в чем дело. Контролер говорит, я все вопросы решу. Только у меня один день рабочий. Сейчас я сделаю несколько заставок. Посмотрите, значит, что там было, значит, и в чем была проблема. Находимся на территории рынка. Крытого. Здесь у нас в мясном цеху. Образовалась очередь. Сейчас подойду к очереди и узнаю, что такое. Но явно не за колбасой, не за мясными изделиями. Здесь в отдельном месте находится, значит, инспектор газовой службы. И народ пришел сюда. Что-то обычно никогда народу нет. Тут народ стоит. Сейчас зайду, узнаю, что здесь такое. Что за очередь? За чем очередь? Я без очереди могу пройти? Не можно. Почему? Потому что, если вы что-то хотите, это самое время. До скольки он работает? С обеда, без обеда? Кончай ерундой заниматься этим. Ну как ерундой заниматься? Не отвлекайте людей. Дело в том, что это сам. Ты не мешай ему. Я не мешаю. Иначе это сам. Он работает раз в неделю. Раз в неделю. Так, значит, надо каждый день работать. Как он красивых девушек с ними, а не так. Не, я человек женат. Мне девушки уже не нужны. Я старенький стал. Что за очередь, никак не могу понять. Что случилось? Что люди приходят с какими-то газовыми пританциями? Что сказать народу, чтобы другие по-саргатскому не приходили и не толпились? Не отвлекай его, пожалуйста. Сейчас выведем тебя. Нет, пока люди здесь все, я всех сегодня приму. Если надо будет, то и завтра так же открою. Нет, завтра. Нет, следующий следок. Все понятно. Сегодня будут все, которые здесь, я буду всех ждать. Все, спасибо. Или в следующий следок. У вас квитанция была за апрель месяц. Вы оплатили, у вас получилось 18,225 кардашка. Так? Кончилось у вас. Вы ее заплатили. Почти 2000 губов разница. Нет, за этот год у вас все нормально. Проблема такова. За газ пришли квитанции. И получилась разница большая в задолженности. Один раз в неделю контролер работает от газовой службы. И в этот день все приходят разобраться со своими квитанциями. Ну, посмотрели пенсионеры в основном. Плохо видят. Не могут посчитать. И вот контролер специально сидит и решает эти проблемы. Ну, я так понял, что будет сидеть допоздна. Все вопросы решит. Так что статистический народ беспокоится не нужно. Всем пока.